Лекция по Бхагавадгите «Как она есть». Вторая глава, текст девятый. Прочитана Его Божественной Милостью, Ачеб Активидантой, Свами Прабхупады. 15 августа 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. Санжая продолжал. Произнеся эти обращенные Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил, «Говинда, я не буду сражаться», и умолк. В предыдущем стихе Арджуна сказал, «Эта война не принесет никакой выгоды, поскольку на противоположной стороне находятся все мои родственники. И даже если я, убив их, одержу победу, какая мне от этого польза?» Мы это объяснили. Иногда подобное отречение в невежестве имеет место. На самом деле, его доводы не очень разумны. Эвам Уктва, говоря так, сражение «ничего нам не даст», Эвам Уктва, сказав так, «Хришикешам», он обращается к повелителю чувств. А в прошлом стихе он сказал, «Шишьясты хам прапанна, я твой преданный ученик». Итак, Кришна становится гуру, а Арджуна – учеником. Раньше они разговаривали как друзья. Но в разговорах с друзьями не решить ни одного серьезного вопроса. Когда встает серьезная проблема, ее необходимо обсуждать в кругу старших. Итак, «Хришикешам» я уже несколько раз объяснял. «Хришикам» – это чувство, а «иша» значит «повелитель». «Хришика-иша». Соединяясь эти два слова, образуют слово «Хришикеша». Имя Арджуны образуется точно так же. Гудакеша. «Гудака» значит «тьма». И «иша». «Тьма» символизирует невежество. Гуру с дивути – шишья, ученик, приходит к гуру за просвещением. Все рождаются глупцами. Все. Даже люди, потому что они приходят из царства животных путем эволюции. Таким образом, все рождаются в равных условиях, в невежестве, подобно животным. Поэтому, даже если вы человек, вам необходимо образование. Только человек может получить образование, животное не способно на это. Поэтому шастра гласит я несколько раз повторял этот стих. В формах жизни ниже человеческих нам приходится тяжело трудиться лишь ради удовлетворения четырех потребностей жизни, еды, сна, совокупления и защиты. Наша главная цель удовлетворения чувств. Поэтому всем приходится бороться изо всех сил. Но нам, людям, Кришна предоставляет столько возможностей. Он дает нам разум. Мы можем создать себе очень удобную жизнь, но ради того, чтобы достичь совершенства в сознании Кришны. Живите с комфортом. Это нормально. Но не живите подобно животным. Лишь ради увеличения чувственных услад. Люди прилагают усилия, создавая жизненные удобства. но эти удобства нужны им ради усложнения чувств. В этом ошибка современной цивилизации. Юг Тахара Вихарашча Йога Бхавати Сидхи В Бхагавадгите говорится Юг Тахара. Да, вам нужно есть, вам нужно спать, удовлетворять свои чувства, вам нужно позаботиться о безопасности. Делайте это настолько возможно, но не посвящайте этому все свое внимание. Мы должны есть Юг Тахара. Это факт, но следует избегать Атьяхары в своей Падишамрите Рупа Гасвами говорит Если вы хотите развивать духовное сознание, ибо это единственная цель жизни, вы не должны есть или накапливать больше необходимого Атьяхара. Такова наша философия. Недавно в Париже ко мне пришел один корреспондент из газеты социалистов. Я сказал ему что все принадлежит Богу. Кришна говорит Я наслаждающийся Бхокта Бхокта значит наслаждающийся Бхоктарам Ягья Тапа Сам Тело трудится чтобы наслаждаться жизнью но откуда начинается наслаждение наслаждение начинается с желудка вы должны дать желудку достаточно вкусной пищи если мы переварим пищу и энергии будет достаточно тогда все остальные чувства нальются силой и тогда вы обретете способность к наслаждению чувств в противном случае это невозможно если вы не можете переваривать к примеру я пожилой человек я не могу переваривать пищу о каких наслаждениях чувств может идти речь итак чувственные удовольствия начинаются с желудка если корень дерева получает достаточное количество воды у дерева пышная крона поэтому деревья называют падапа они пьют воду ногами корнями а не головой это мы получаем пищу через голову но возможности у всех разные мы едим с помощью рта а деревья едят с помощью ног но еда это необходимость для всех ахара нидра бхая майдхуна все едят кто-то ест ногами кто-то ртом кто-то руками но если говорить о кришне он может есть чем угодно он может есть руками ногами глазами ушами чем угодно потому что он всецело духовен между его головой ногами ушами и глазами нет разницы об этом говорит брама самхита подобно тому как наше чувственное наслаждение начинается с желудка как густая крона дерева начинает свое развитие с корня так как кришна является источником всего джанмадья сяятага корнем следов следовательно без сознания не удовлетворив кришну вы не можете стать счастливым таков путь как удовлетворить кришну мы все мы все сыновья кришны сыновья бога кришне принадлежит все это факт мы можем наслаждаться прасадом кришны потому что он владелец бог наслаждающийся поэтому сначала все нужно отдавать кришне только потом вы можете брать прасад поступая так вы станете счастливыми об этом говорится в бхагавадгите те кто готовят пищу ради себя едят лишь грех мы должны все делать для кришны даже есть вы можете наслаждаться всеми видами чувственного удовлетворения но только после того как этим насладился кришна только затем вы можете есть поэтому кришну зовут хриши кеша он хозяин хозяин чувств вы не можете услаждать свои чувства независимо от него например слуга не может наслаждаться самостоятельно повар к примеру готовит на кухне очень вкусную пищу но не может наслаждаться ею первым это невозможно его прогонят первым должен поесть хозяин а потом всеми лакомствами могут наслаждаться остальные кришна 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 хозяин чувств весь мир бьется за чувственное наслаждение истинно 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 проста прежде всего дайте насладиться кришне он господин после него насладимся мы нестинно шапанишат говорит что все вне который принадлежит кришне все принадлежит кришне Но ошибка в том, что мы думаем, что все принадлежит нам. Это иллюзия. Ахам мамети. Это ошибка. Все думают, что я тело, и все, что окружает меня в этом мире, предназначено для моего наслаждения. В этом ошибка цивилизации. Истина такова. Все принадлежит Богу. Я могу брать только то, что Он милостиво выделил мне. Это не философия ващнаов, это факт. Никто ничем не владеет. Ишавасим и Дамсарвам. Кришна говорит, Я наслаждающийся. Я владелец. Маха-ишварам. Маха значит великий. Мы можем объявлять себя Ишварой, повелителем. Но Кришну называют Маха-ишвара, повелитель повелителей. Таков Кришна. Независимых повелителей нет. Поэтому Кришну именуют Хришикешей. И Бхакти значит служить Хришикеши с помощью чувств. Хришика – это чувство. Кришна – повелитель чувств. Поэтому все мои чувства принадлежат Ему. Когда наши чувства удовлетворяют чувство повелителя чувств, это называется Бхактия. Таково определение Бхактия – предного служения. Но когда мы служим собственным чувством, а не чувством Господина, это называется Камой. Кама и према. Према – значит любить Кришну и делать все ради Его удовлетворения. Это према – любовь. Кама же означает удовлетворение собственных чувств. В этом разница. Чувство – это лишь среда. Вы либо удовлетворяете собственные чувства, либо чувства Кришны. Но служа чувствам Кришны, вы достигаете совершенства. А потворствуя своим чувствам, вы получаете обратный результат и погружаетесь в иллюзию. Вы не способны удовлетворять свои чувства. Без Кришны это невозможно. Поэтому чувства необходимо очистить. В настоящий момент все пытаются потакать своим чувствам. Ахамма мети. Материальный мир населен живыми существами двух видов. Мужчинами и женщинами. Обе категории живых существ пытаются удовлетворять свои чувства. Что такое любовь в этом мире? Любви нет. Это не может быть любовью, потому что ни мужчина, ни женщина, никто не пытается удовлетворить чувства другой стороны. Все стараются доставить удовлетворение только себе. Женщина любит мужчину ради удовлетворения собственных чувств. С той же целью мужчина любит женщину. Поэтому как только на пути их чувственного удовлетворения возникает небольшая помеха, они разводятся. Поскольку в центре всего лежит мотив исполнять свои желания. Мы можем красиво притворяться. О, я так тебя люблю. Я безумно люблю тебя. Любви нет. Это все кама, вожделение. В материальном мире любовь невозможна. Это только обман. Я люблю тебя. Я люблю тебя, потому что ты так прекрасна. Я удовлетворю свои чувства. Я наслажусь твоей молодостью. Таков мир. Вот что значит материальный мир. В основе материального мира лежит принцип чувственного удовлетворения. Материальный мир, так называемая любовь, общество, дружба, в основе всего этого лежит потворство чувствам майдхунади, начинающиеся с секса. Итак, когда человек избавляется от майдхунади сукхам, он становится свободным, свами, госвами. Но пока он привязан к майдхунади, сексуальному побуждению, он не является ни свами, ни госвами. С вами мы становимся тогда, когда подчиняем себе свои чувства. Кришну называют повелителем чувств. Аналогично этому, мы тоже становимся повелителями чувств, когда обретаем сознание Кришны. Представление о том, что деятельность чувств можно остановить ошибочно. нет, ими нужно управлять, пользоваться ими только тогда, когда это необходимо. Так поступает тот, кто владеет своими чувствами. Я не пойду на поводу у своих чувств, чувства должны слушаться меня. Так поступает с вами. Поэтому Арджуну называют Гудакешей, он повелитель. Арджуна не трус, но так как он преданный, то он не лишен сострадания. Он преданный Кришне. Когда человек становится преданным Кришне, в его теле проявляются все хорошие качества. Все божественные качества. Так же и Арджуна. Иначе, если бы он не занимал то же положение, разве стал бы он близким другом Кришны? Узы дружбы становятся очень прочными, когда оба друга находятся на равном уровне. Они ровесники, одинаково образованы, одинаково известны и красивы. Чем больше сходств, тем крепче дружба. Итак, Арджуна находится с Кришной на одном уровне. К примеру, если кто-либо становится другом президента или другом царя или королевы, то это уже не обычный человек. Он должен иметь такой же статус. К примеру, Госвами. Когда Госвами оставили свою семейную жизнь, об этом рассказывал Шанивас Ачарья. Мандалапати, значит, великие лидеры, великие правители, заминдары, очень большие люди. Рупа Госвами был министром, только очень большой человек мог стать его другом, но Рупа Госвами оставил общество этих великих людей. Как только Рупа Госвами и Санатана Госвами познакомились с Шричайтаней Махапрабу, они тоже решили, мы оставим свои министерские обязанности и присоединимся к Шричайтане Махапрабу, чтобы помогать ему. Не помогать, а служить ему. Но Шричайтане Махапрабу не требуется ничья помощи. Но если мы попытаемся обрести его общение, если попытаемся служить ему, тогда наша жизнь увенчается успехом. Например, Кришна говорит, Кришна пришел, чтобы проповедовать Бхагавадгиту, такова была его миссия. Эти негодяи стали слугами общества дружбы, любви, религии, национальности, государства, того, другого, третьего. Эти мошенники должны прекратить этот вздор. Сарва Дхарман Паритяджа, оставьте всю эту чепуху, просто предайтесь мне. Вот что такое религия. В противном случае зачем Кришне было советовать Сарва Дхарман Паритяджа, оставьте все религиозные системы. Он пришел ради Дхармасамстхапанартая. Он пришел, чтобы восстановить принципы религии. Теперь он говорит, Сарва Дхарман Паритяджа, оставьте все. Это означает, что все, что лишено сознания Кришны, сознания Бога, все это религия обманщиков. Это не религия. Религия это Дхарман Тусакшат Бхагават Паранита. Это закон Верховного Господа. Если мы не знаем, кто такой Верховный Господь, если мы не знаем, каковы Его законы, то какая это религия? Это не религия. Это может называться религией, но это обман. Итак, Бхагавадгита заканчивается в Сарва Дхарман Паритяджа, Мамакам Шарнам Враджа. И с этого момента начинается Бхагавата. Поэтому Бхагавадгита это подготовка к изучению Шримад Бхагаватана. Бхагаватан начинается со слов Дхарма Проджита Кайтова Атра. Это Шримад Бхагаватан отвергает все виды мирской религиозности Проджита. Есть определенная связь между этими книгами. Истинная религия подразумевает любовь к Богу. Это истинная религия, поэтому Бхагаватан говорит, это религия высшего порядка. Речь не идет о исследовании той или иной религиозной традиции. Вы можете исповедовать любую религию, индуизм, христианство, ислам по своему предпочтению. Это не важно. Но мы должны проверять. Например, студента, который сдал экзамен на степень магистра гуманитарных наук, никто не спрашивает о том, в каком колледже он сдавал свой экзамен. Он сдал экзамен. Получил степень, стал аспирантом. Я так главный. Вопрос лишь в этом. Никто не спрашивает, в каком колледже ты сдавал свой экзамен, в какой стране, какой верой. Нет. Аналогично, никто не должен спрашивать, какую религию ты исповедуешь. Судить нужно только потому, научился ли человек любви к Богу. Вот и все. Это религия. Это религия. религия. Бхагавата говорит, бхагаватам не имеет ничего общего с сложными разновидностями религии. Она предназначена только для нирмацаранам, для тех, кто свободен от зависти к Богу. Почему я должен любить Бога? Почему я должен Ему поклоняться? Почему я должен Его принимать? Все, кто так говорит, демоны. В общем, бхагаватам предназначены только для тех, кто всерьез стремится полюбить Бога. Итак, ваша жизнь становится по-настоящему успешной, когда вы научаетесь любить Бога, тогда ваше сердце наполняется удовлетворением. Если вы обретаете Кришну, Бога, Кришна это Бог, если вы называете Бога другим именем, то это тоже приемлемо, но Бог, Верховный Господь, Верховная Личность. Когда вы обретаете это, ведь мы всегда кого-нибудь любим, эта склонность к любви живет в нас, в каждом, но сейчас она направлена не туда, куда нужно, поэтому Кришна говорит, оставь все эти объекты своей любви, постарайся полюбить меня, иначе ваша любовь никогда не принесет вам удовлетворения. жина если вы хотите истинного удовлетворения, вы должны любить Кришну, Бога. Такова философия Вет. Да и любая другая философия говорит о том же, о том, что в конце концов вы хотите удовлетворения, полного удовлетворения ума. Этого можно достичь только полюбив Бога. Поэтому та религия относится к религии высшего порядка, что развивает в своем последователе любовь к Богу. И эта любовь должна быть бескорыстной. К примеру, здесь, в материальном мире, я люблю тебя, ты любишь меня. За этим всегда скрывается какой-то мотив. Ахайтуки аппаратихата. Ахайтуки значит без мотива. Анья Белаши это шуньям. Свести к нулю все остальные желания. Ноль. Этому будет учить Бхагавадгита.